Заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт вопроса международной безопасности Алексей Жак присоединяется к нашему эфиру. Алексей, рада приветствовать. Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, насколько такое явление, как дедовщина, распространено в армии оккупантов? Я не следил за этой темой, но я думаю, ничего там не изменилось. У них, по крайней мере, не было такого периода, как в наших вооруженных силах. Во время подготовки, когда происходили процессы большей взаимосовместимости со странами НАТО, там это был один из критериев, что дедовщины не должно быть, просто это несовместимо с боевой эффективностью. Поэтому у нас с этим явлением сознательно боролись. Насколько боролись у россиян, я не думаю, что там боролись. И тем более, когда они начали операцию по оккупации части территории Украины, я думаю, они туда ставили так задачи, чтобы себя люди не сдерживали в отношении гражданского населения. Ну и не сдерживали себя для обеспечения дисциплины, как они это понимают, на поле боя. А дисциплина на поле боя, когда управление уже распадается, оно всегда сводится к уголовной практике. Как, в принципе, откуда взялась дедовщина в советской армии. Это вот как раз взялась из мест заключения, когда начали призывать бывших заключенных, отсидевших в такие периоды. Были в советской армии, они принесли эту культуру. Дедовщины фактически таких вот уголовных отношений. Оно глубоко укоренилось, и, я думаю, никогда не исчезало в российской армии. Ну а как ситуация на поле боя, как вы считаете, влияет на такое явление, как дедовщина в российских оккупационных войсках? Я думаю, проблема усугубляется, потому что качество подготовки снижается. Они потеряли боеспособные войска, которые хоть чему-то учились еще в первые месяцы. Они были выведены из боя, а те мобилизованные уже силы, они просто созданы для дедовщины. Управлять такой массой людей, которых готовят максимум месяц или два, а то и вообще не готовят. Ими управлять можно вот именно такими звериными способами, для того, чтобы хоть как-то заставлять их идти в бой, в тех условиях, в которых они там оказываются на передовой линии. Ну вот, я думаю, это только усугубляется. Ну, проявляется это еще и в других действиях российских оккупантов. В частности, есть информация от представителей МАГАТЭ о том, что российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока номер 4 Запорожской атомной электростанции. Напоминаю нашим зрителям, это крупнейшая атомная электростанция на территории Европы. Военную технику там разместили оккупанты и взрывчатку. Как считаете, зачем они это делают? Конкретно о взрывчатке сейчас идет речь. Военную технику, понятно, пытаются защитить от ударов со стороны Украины, потому что Украина точно не будет бить по ЗАЭС. Вот именно это имеется в виду. Я не думаю, что там размещена такая тяжелая техника. В принципе, были длительные переговоры, и Россию убедили, по крайней мере, тяжелую технику там не размещать. Но и уйти по-добру, по-здоровому россиян тоже не убедили. Поэтому, я думаю, то, что они собираются делать, они понимают, что больших обстрелов, то есть большой воинской операции, военной операции не будет. Будет спецоперация по деоккупации, то есть это там нужна тонкая настройка. И вот они, как террористы, готовятся к тому, чтобы удерживать захваченный объект. Ну, примерно в том же духе, как если бы террористы захватили кинотеатр или офисное учреждение с большим количеством людей, или торговый центр. Вот они точно так же захватили Запорожскую станцию и готовятся ее удерживать во время деоккупации. Вот такими средствами, которые у них есть. И шантажируя мир тем, что если деоккупация будет происходить, возможно, какие-то дополнительные риски. Нужно сказать, что это производит некоторый эффект на мировое общественное мнение. Хорошо. А каким образом таким можно выдворить оттуда оккупантов? Ну, спецоперации. То есть это, во-первых, дипломатическим давлением. Во-вторых, все-таки, когда станция, вообще весь Энергодар, вся эта зона, и включая Скаховское водохранилище, будет окружена, они рано или поздно вынуждены будут идти, в конце концов, ну, можно выкурить, то, что называется. Можно выдавить, можно выкурить, но все это относится скорее к спецоперациям, чем к такой восковой операции. Хотя я не исключаю, что если знать коммуникацию, инфраструктуру этой станции, то, возможно, и более решительные действия раз зашли, и все. Ну, и, конечно же, должно быть дипломатическое давление, оно будет продолжаться. Россию будут убеждать, и сейчас убеждают, и будут убеждать. Просто убрать оттуда персонал и спокойно по акту передать контроль энергоатому от Росатома. Так, как это происходило, например, в Чернобыльской станции. Там, надо сказать, что когда россияне уходили, эти странные люди, которые зашли в радиоактивные леса, они потом решили передать, составить даже акт, что они ничего плохого там не сделали. Ну, вот, конечно, Россию будут убеждать и сейчас написать такой акт, что они ничего плохого не сделали, и по описи, оставить эту описи и спокойно оттуда уйти. Это будет. Ну, я думаю, судя по тому, что они собирают там взрывчатку, и все-таки какие-то там силы, то, что они называют силы внутренней безопасности, окапываются и строят дополнительные защитные объекты. Они, наверное, все-таки будут пытаться удерживать, как террористы удерживать этот объект. Ну, это же такой же ядерный шантаж, такой же, как они используют ядерный шантаж своим оружием, что у них есть ядерное оружие, то есть Запорожская атомная электростанция является же таким видом шантажа. Вот, то есть, хотя применение России ядерного оружия маловероятно, об этом заявил глава разведки США, но, тем не менее, у них есть в заложниках Запорожская атомная станция, которую они точно так же шантажируют. То есть, такой же ли это ядерный шантаж с их стороны? Это в том же направлении. Я думаю, и то, и то, и выход радиации из Запорожской станции, и применение ядерного оружия очень маловероятно. Но, тем не менее, все понимают, и Соединенные Штаты понимают, что, возможно, есть какая-то психологическая черта в Кремле, когда они будут чувствовать, что теряют власть и возникают угрозы их собственному существованию, что они могут решиться на какие-то крайние меры. Хорошо то, что и допустить выход радиации из Запорожской станции, создать такую ситуацию, и применить ядерное оружие непросто. Просто технически это непросто. Ядерное оружие собрано на центральных арсеналах. Это такая ситуация с конца Холодной войны. За этими арсеналами есть достаточно хорошее наблюдение, и это всегда известно, когда оттуда, если возникает попытка извлечь оттуда ядерное оружие. Точно так же все-таки на Запорожской станции присутствует МАГАТЭ. Они имеют свои каналы связи и могут вовремя сообщить о том, что происходит какая-то ситуация, связанная с выходом радиации, возможно, связанная. Поэтому, я думаю, все-таки россияне скорее будут шантажировать, и есть достаточное пространство для маневров, чтобы убеждать их что-то не делать и убедить их что-то не делать во время операции по деоккупации. Но, конечно же, и применение ядерного оружия, и возможная угроза выхода радиации из Запорожской станции. Сами эти разговоры говорят о том, что операция ожидается очень масштабная. Такая, что ставит Россию на психологическую грань какой-то большой для них катастрофы. Поэтому, конечно, меры предосторожности предпринимаются и по линии МАГАТЭ. И можно напомнить, что Соединенные Штаты предоставляют Украине датчики, которые позволяют точно определить выход радиации, есть ли он где-то будет, и точно указать, кто это сделал и как это сделал. Поэтому все готовятся. Но, я думаю, все-таки пространство для маневра, для переговорного убеждения России не делать глупости, оно сохраняется даже во время масштабного контрнаступления. Окупанты нервничают. Это заметно, в том числе и по их заявлениям. Правда, далеко не всегда можно понять, где правда, а где игра на камеру для того, чтобы, например, какие-то свои политические интересы воплотить в жизнь. Пригожин обрушился с гневной тирадой в адрес военного руководства Российской Федерации, армии оккупантов, и заявил о том, что те, значит, не предоставляют достаточное количество боеприпасов, из-за этого гибнут бедные мальчики-вагнеровцы. Как считаете, к чему бы это? Ну, да, ну, это уже говорит. Это к тому, что ему надо съезжать с темы, с этого обещания захватить Бахмут. Теперь ему надо объяснить, почему это не выполнено к тем срокам, которые он обещал. И он уже давно, давно уже собирается снова вернуться в Африку, в Латинскую Америку, на Ближний Восток. Этим занимаются другие силы. И, в принципе, есть силы в России, которые бы хотели вернуть ЧВК-Вагнера, снова их выпихнуть на внешнюю арену, и пусть там занимаются интересными для России делами. А внутри России уже создаётся масса других таких ЧВК. И, в принципе, россияне, многие силы там поняли силу частных армий в той политической ситуации, которая в России формируется. А Пригожин просто объясняет, почему он не сделал того, что, наверное, лично Путину обещал сделать. И я так думаю, он так и будет продолжать это говорить до тех времён, пока не произойдёт деоккупация и Бахмута, и всего, что там вокруг. И эта деоккупация сравняет и российских военных, и российские ЧВК, и так называемых ополченцев из так называемых ЛДНР. А сейчас он просто тянет время, объясняя, почему у него не получается сделать то, что он обещал. Хотя, действительно, боеприпасов в России не хватает. Алексей, спасибо вам большое. Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности. Спасибо большое.